Своей святостью меня помой Научи ходить путем твоим И служи любим, как ты мой Бог Причинял тебе не раз я, Бог Своей святостью меня помой Научи ходить путем твоим И служи другим, как ты Я здесь Вновь прошу тебя о милости ко мне Ты моя опора, пусть любовь твоя Наполняет сердце и уста Наполняет жизнь Я здесь Я здесь Вновь прошу тебя о милости ко мне Ты моя опора, пусть любовь твоя Наполняет сердце и уста Отец Как никто, ты знаешь боль мою Всей душой к тебе сейчас стелюсь Возь Вовь мне Вови Нет надежни мне нет надежней рук Твоих только Ты так возлюбил Я здесь вновь прошу Тебя о милости ко мне Ты моя опора Пусть любовь Твоя наполняет сердце и уста Наполняет жизнь Я здесь вновь прошу Тебя о милости ко мне Ты моя опора Пусть любовь Твоя наполняет сердце и уста 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 Слава Богу! Можете присесть на минуточку. Давайте, перед тем как помолимся за финансы, Я хотела бы два места из Писания привести. Первое место это которое наизусть нам на библейском курсе нужно было выучить Ефесянам 2 глава с 8 по 10 стих. Давайте мы как раз повторим его и перейдем к финансам. Ибо благодатью вы спасены через веру, Сие не от вас, Божий дар не от дел, Чтобы никто не хвалился, Ибо мы... Обычно, знаете, мы зацикливаемся на первом. Все знаем, что мы спасены через веру, По благодати это Божий дар. Но, вы знаете, следующий стих Говорит о том, что Ибо мы его творения созданы во Христе Иисусе На что? На добрые дела, Которые Бог предназначил нам исполнять. Вот, вы знаете, Пастор Роман сказал, Что сейчас такая тенденция идет, Что Чего-то хотят верующие, Хочу то, хочу то, На Мальдивы не поехал, расстроился, На Болине поехал, расстроился. А для чего нам дана благодать? На добрые дела. Аминь. Вы знаете, и еще одно место я хочу привести. Это тоже к Ефесянам, 4 глава, 28 стих. Апостол Павел, да, он объясняет коротко, Как жить язычникам обращенным. Кто крал, впредь не кради. Да, ну понятно, да. То есть, если обманывал раньше, Не занимайся этим. А лучше трудись. Как трудиться? Делай своими руками полезное, да. Ну то есть, если ты трудишься, Ты думай, что ты для людей делаешь, да. Что ты можешь, Как ты можешь еще улучшить свой труд, Для того, чтобы сделать полезное для людей. И потом смотрите, Чтобы, для чего вообще? Чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Аминь. Для чего финансы? Знаете, если мы будем говорить, Боже, дай нам финансы, Чтобы покушать, Чтобы одеться, Машину хорошую, Дом хороший. Здесь так написано в Библии? Здесь не написано, Бог не против машины хорошей дома. Но написано, Трудись, Делай своими руками полезное, Чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Для добрых дел. Давайте вспомним за эту неделю, Кто хорошие добрые дела какие сделал? Кому мы помогли за эту неделю? Кому мы сделали доброе дело? И знаете, Если мы скажем, Если бы у меня были деньги, Я бы сделал доброе дело. Неправда. Можно ободрить человека, Можно сказать хорошее, Можно погладить, Можно обнять, Можно улыбнуться. Аминь. Это уже добрые дела. И когда мы не научимся делать в этом малом добрые дела, Тогда мы не научимся, И когда финансы хорошие придут, Делать добрые дела. Дорогие, давайте мы помолимся. Вот у нас наступают праздники, Рождество, да. Знаете, что ответственность за то, Чтобы наши верующие уверовали на ком? На нас. И через любовь и добрые дела Мы можем им приобрести в первую очередь. Мы можем показать любовь Иисуса через нас, Через наши добрые дела. Давайте мы помолимся сегодня. И вот вы знаете, написано, что Приобретайте друзей богатством неправедным. В Библии написано так. Я за то, чтобы приобрести человека, Я плачу. Ну вот реально. Я делаю подарки, Я вожу куда-нибудь там в кафе, Делаю приятности. Давайте мы высвободим вообще вот щедрость в наших душах, Щедрость наших кошельков, щедрость нашего времени, Для того, чтобы приобретать наших родных, близких, друзей. Аминь. Аминь. Давайте поднимемся. Господи. Дай нам эту щедрость душевную, Боже. Дай нам не забывать, Для того, чтобы благодать нам дана, На то, чтобы мы делали добрые дела, Господи. То, что мы работаем, трудимся, Для того, чтобы, Боже, нам помогать нуждающимся. Я прошу Тебя, дай нам, Господи, зарабатывать, Чтобы у нас всегда были финансы на то, Чтобы помогать нуждающимся. Аминь. Кто согласен с этим. Аминь. Боже, дай нам эту щедрость, Господи. И тогда мы не будем ныть, правда же? Потому что все, что мы будем получать, Мы можем это передавать нуждающимся, Господи. И пусть мы получаем через это радость. Потому что блажение что? Давать, нежели брать, Боже. Дай нам просто вот это вот блаженство это, Господь, пережить. Особенно в эти праздничные дни. И мы молимся во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. Аллилуйя.